Всем привет снова! Здравствуйте, The Brush 8 и погнали разберемся как делать альфы вот именно на те модели которые вы хотите сделать именно необычную текстурку там необычные какие-то детальки но найти их в интернете вы не можете а так бы хотелось сделать именно свои какие-то фишки да ну давайте погнали разбираться открывается программа симметрии скетч симметричный рисунок или как вот там еще скетч не знаю как переводится ну в принципе не принципиально ну вот такая вот программка классная я ее уже показывал вот такая программка и давайте сделаем какую-нибудь альфу также можно это все делать именно в 3d paint в coral drive в принципе любая программа которая рисует даже photoshop ну в photoshop я не хочу заморачиваться вот здесь есть кисти опять же показываю что здесь есть черный цвет вот так вот выставляете размер кисти где-то десяточку девятку больше не надо и вот вести не надо от самого края она то начнет тут малевать что хочет делать вот чуть отступаете чуть пониже и погнали рисовать какую-нибудь и до низа тоже не доводите так вот так вот нарисуем вот так вот нарисуем потом здесь вот что то вот такое потом здесь вот дадим дадим вот такой изгиб очень неудобно конечно рисовать мышкой рука то дернется то еще что то но это опять же не принципиально рисуйте как хотите вот что то в таком духе так теперь что нибудь так теперь что нибудь замутим побольше изгибов они у меня тут плохо получаются ну сейчас вот здесь вот побольше попробую дать во вот такие вот изгибы здесь вот что то дорисовать дополнить потом здесь получается у нас где-то тоже с изгибом вот так вот можно даже ниже доводить ну опять же не принципиально если вы рисуете что-то в таком духе можно где-то вот здесь вот козявку добавить если вернуться назад то жмете правой кнопкой мыши и жмете умду все возвращаетесь и левой на экран так следом что то вот так вот можно нарисовать можно даже чуть чуть больше ну если что то нарисовали и не так ну попробуйте вот чуть чуть вот так вот больше увести и потом белым цветом можно все это дело здесь вот прибрать ну как вариант вот так вот вот таким вот образом потом на черный цвет переключайтесь и где то можно еще дорисовать вот таким образом здесь можно что то добавить этакое вот так вот а здесь можно где нибудь вот так вот дорисовать поворот какой нибудь а вот здесь вот так вот ну приблизительно опять же все приблизительно и теперь вот получается вот здесь вот можно вот так вот вот так вот оп вывернуть и вы видите что до конца когда доводите начинает он молевать молевать вот это тоже не доводите до нижнего края плана вот так все опять на черный цвет здесь рисуем вот так вот козелочку здесь побольше теперь сделаем кору так и вот здесь вот так вот ее немножко тоже пооформим вот так ее теперь отведем а здесь можно вот так вот ну что то в таком духе потом здесь можно вот так вот козелочку вот так нарисовать и в принципе ее вести уже с изгибом вот так до конца так смотрим вверх стыковочный значит здесь можно еще вот так как то чего то подобавлять вот так здесь можно где то что то объединить вот таким вот образом ну в принципе ваша любая фантазия так ну все и оставим длинный вот такая кора получается и вот теперь это все дело делаем скриншот нажимаем скриншот нажимаем скриншот и по верхнему и по нижнему краю сильно не опускаясь где то выбираем именно чтоб получился квадрат вот так вот чуть ниже можно вот таким вот образом и снимаем скриншот и можно удалить рисунок так следующий вариант это квадратная текстурка рисуем полосы рисуем что то вот в таком вот духе что то вот так где то наискось где то вот в таком вот духе можно нарисовать таким вот образом я лайцен вот так вот здесь вот так вот можно опять же сделать наискось здесь рисуем что то вот в таком духе чуть пониже вот так тоже наискось можно здесь рисуем вот так в эту сторону вот здесь состыковываем здесь вот так вот вырисован до конца можно ее поднять ровно вот так, чтобы глазу было приятно. Этот край можно потом стереть. Здесь можно вот так вот наискость уйти. Здесь можно вот так вот зарисовать. Здесь вот так вот подняться. Это вот тоже может быть кора, только квадратная. Ну что-то вот в таком духе, на быструю руку. Вот так вот. И здесь вот уже до низа можно опускать, а здесь вот чуть перемычку поставить. Так, здесь вот в таком духе можно еще подрисовывать что-то с изгибами. Вот так вот где-то можно наклон нарисовать. Ну что-то вот в таком духе. Это вот тоже как вариант коры. Когда вы это все сделаете, опять же скриншот, где-то дорисуете и будет уже прикольно. Так же можно что делать? Ставить кисть побольше и немножко где-то вот поднабросать вот эти вот нижние толстые планы. Вот тут. Вот так вот. Здесь по стенке еще пройти. Не везде, но кое-где. Сделать вот какие-то углубления, где-то точки какие-то поставить. В принципе, опять же, ваша фантазия. С одной стороны тень рисовать с двух. Это вот тоже как вариант. Тени вот эти все. Это можно и не делать. Ну что-то в таком духе получается. И опять же, это получается нормальный вид потом, когда вы сделаете Mask B Alpha, Mask B Intensive. Все получится. Все будет классно. Так. Ну все. Закрываем эту программу. Принцип понятен. Давайте еще один принцип, кстати, объясню. Потом можно рисовать еще вот в таком духе. Вот так. Вот так. Типа этот. Сучки. Вот в таком духе что-то можно выделывать. Потом здесь где-то можно проводить вот так. Вот так вот. Здесь внизу можно добавить сучок. Это вот именно для сучков и для других мелких деталей. Тоже прикольная штука. Вот так вот. Где-то вот так вот полоски поднакидать. Вот здесь вот. Таким вот образом. Здесь можно вот так повернуть. Здесь можно еще какую-то вот так добавить. Вот так здесь мелкую добавить. Полосу ее можно даже утолщить, чтобы она вроде как въедалась в модель. Ну и тут можно сучоку так добавить. Опять же, порисую мышкой. Чуть-чуть неудобно. Ну как вариант. Вот. Задумка у меня такая вот получилась. Вот так вот. Вот такая еще может быть форма. Все показывать не буду. Покажу одну. Все. Погнали в зебраж. Следом, конечно, процесс опять же попрет. Жмем по прошлым видео план 3D. Все это дело вытягиваем. Edit. Make Polymesh. Смотрим поле F. Делаем Ctrl-D. Ctrl-D. Shift выравниваем. Выводим. Ctrl-D. Почему-то у меня на восьмерке не действует. Так. Еще раз попробую план 3D. Делаем Make Polymesh. Делаем Ctrl-D. 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 66 тысяч. Ну, можно больше добавить. Ctrl-D. 263. Потому что пользоваться не будем. Перевеса не будет в полигонах. Так. Следом, что делаем? Отключаем поле F. Подгружаем альфу, которую мы нарисовали. Так. Импорт. Рабочий стол. Открыть. Следом, жмем Masking. Заходим Masked Be Alpha. Masked Be Alpha. Вот так все нажимаем. И следом, заходим в деформацию. Deformation. И жмем In Flatten. Прибавляем. Получается неказистая вот такая вот штукенция. Но это не беда. Следом, что делаем? Geometry. The Lower. И жмем. Снимаем маску. И заходим теперь в деформацию. И жмем Polish. Геометрия. Заходим теперь в геометрии, жмем Dynamesh. Предварительно в саптулах можно поставить дубликат, если что-то пойдет не так. И вот следующий вариант геометрии Dynamesh. Ждем. Получается вот такая прикольная альфа. Уже заготовка. Так, получилась вот такая вот альфа. И давайте немножко над ней поэкспериментируем. Шифтом чуть-чуть все это дело выгладим. Вот так вот. Ну, в принципе, прикольно. И теперь можно все вот это прорисовать даже. Подключаем альфу. Ставим теперь любую кисть. Clay Builder я поставлю. Уменьшаем Draw Size. Уменьшаем интенсивность до двойки. И вот так все это дело можно где-то поднабросать. вот так вот. Где-то дать на бока толщину, где-то посередине дать толщину. Вот так вот. Здесь вот можно дать. Здесь побольше вообще можно прибавить. И вот так вот потихоньку уже по нарисованному, уже по заготовке можно ее подправить, сделать что вы хотите, как вы хотите. Можно потратить, конечно, время и проработать вот эти вот полностью детали коры. Так проработать, чтобы именно прям в точку была кора. Вот так вот. Здесь где-то посерединке. Наискость можно вот так наносить. Выглаживать это в принципе не надо, потому что это уже будет кора. вот такую вот я штукенцию придумал. На базе того, что ZBrush за это время поднакидал с информацией. Так, вот такая вот штука. Следом, что нужно сделать? Нам нужна вот эта вот именно альфа. Заходим теперь тулы и находим по прошлым видео MRGB TheGrabber. вот этот. Жмём Alva Switch. Вот этот Skip. И вот так вытягиваем левой кнопкой мыши и используя пробел вот такую штуку. Это уже по прошлым видео. Мал-мал делаем квадрат квадратом и бросаем всё это дело. Вот у нас получилось здесь альфа. Вот это вот. Следом, что нужно сделать, это, наверное, зайти и выбрать любой примитив. Здесь жмём Ctrl N вытягиваем этот примитив жмём Edit жмём Make Polymesh жмём Ctrl D Ctrl D можно ещё Ctrl D и вот теперь можно подгрузить эту альфу. Также можно её сохранить и также можно подгрузить текстурку вот эту. Заходим опять же в маскинг находим что-то как жмём Mask Be Alpha и вот наша альфа прикрепилась к цилиндру. Теперь жмём в деформацию идём и нажимаем Inflatten вот так вот. Вот получается вот такая вот кора. Здесь слишком большое у меня получилось пространство и вот также можно уменьшить это не проблема. снимаем Control левая кнопка мыши и вот теперь получается вот на дерево вы можете добавить именно свою необычную кору. Всё всем пока до свидания. Продолжение следует...